Всех приветствую. Друзья, сегодня у меня Lenovo. Вот такая вот модель 6.0.0.4.6 Lenovo Yoga. Менять будем дисплейный модуль. Разбитое стекло. Погнутая немного рамка. И аппарат не включается, потому что он не заряжен. Он не заряжен, потому что нужно будет поменять нам еще и разъем зарядки. Вот такой со шлейфом тоже заказывал на Али. Стоит что-то около 4-5 евро. Клиент пытался заменить сам и надорвал шлейф. Поэтому заменим разъем и поменяем дисплейный модуль. Модуль. Снимаем заднюю крышку. Подкручиваем два винта под батареей. Это у нас батарейка-подставка. Такая вот интересная конструкция. Итак, сняли два винта. Снимаем крышку. Тут у нас посередине еще крышка пристегнута к корпусу клипсами. Поэтому таким вот образом отстегиваем. Снимаем крышку. Отстегиваем шлейф. Это у нас разъем наушников. И, по-моему, динамик. У нас здесь идет громкоговоритель. Снимаем пластиковую заглушку на двух винтах. Такая вот заглушка. Вытаскиваем разъем наушников. Так он выглядит у шлейфа. Разъем наушников. Динамик внизу. Так. Давайте сразу вытащим механизм. Обращаю внимание, этот механизм лучше вытаскивать, когда батарея внизу. Если вытащите, когда батарея будет открыта, то придется его потом переворачивать. Такая небольшая путаница возникнет. Поэтому вытаскиваете внизу. И направление этого механизма, выемка, должна быть вверху. Вот она у меня здесь. Ставим. Отстегиваем батарею. Здесь находится разъем. Аккуратно. И аккуратно вытаскиваем батарею. Обратите внимание на шлейф, не повреждая. Вытаскиваем батарею. Отстегиваем шлейф дисплея. Так. Здесь у нас... Снимаем правый модуль. Карта памяти. На нем находится карта памяти. Вибромоторчик. Разъем тачскрина. И кнопки регулировки громкости. Помимо винтов, еще он приплеен двусторонним скотчем. Советую поднагреть чуть-чуть. Плата довольно тонкая. Поэтому лучше нагреть. Отстегиваем тач. Аккуратно извлекаем. Кнопки звука. Далее снимаем системную плату. Два-четыре винта. Разные винты, друзья. Не путайте. Так, здесь у нас находится камера. Камера. Разъем зарядки. Тот самый, который нужно будет заменить. Откручиваем. Два черных винта. Вот с такой вот заглушкой. Так, и здесь извлекаем в этой части переднюю камеру, точнее камеру с кнопкой включения. Уже совсем другие винты, длинные. Так, вот у нас здесь кнопка включения. Камера. И с этой стороны также находится динамик. То есть, ее бы у нас двумя динамиками. Отстегиваем коэксиальный кабель. В таком вот виде у нас системная плата. Извлекаем. Так, далее, далее. Здесь у нас, как я уже говорил, отличие дисплейных модулей сборных в антенне. То есть, как видите, здесь у нас уже антенны нет, потому что наш плашет без сим-карты. Снимаем обычную пластиковую заглушку. И переставляем все уже сюда, на новый дисплейный модуль. Смотрим, что у нас здесь. Антенна Wi-Fi у нас есть, поэтому оставляем ее на этом модуле. Так, кнопку единственное нужно будет снять звук, потому что новый модуль кнопку звука не содержит. Так. И отвлекает немного. Прокладки тоже обратите внимание. Здесь у нас уже стоят. Вот они. Вот, снимать не надо. Кнопка включения, естественно. Кнопка включения, переставляем. Так. Все, вроде, больше ничего не нужно. Установили кнопку включения. Так. Кнопка звука. Так, и давайте снимем антенну. Поставим нашу заглушку. Вот она нам еще пригодится. В этой работе пригодится все. Такая вот антенка. Ставим заглушку. Ну и все. Поехали собирать. В обратном порядке. Вставляем системную плату. Так, давайте сразу поменяем. Конечно же. Разъем зарядки. Вот тот самый надрыв, где клиент пытался заменить сам. Разобраться с самозарядкой. И порвал шлейф. Можно было, конечно, ремонтировать с помощью перемычки. Застегнули. Не знаю, был ли здесь каптоновый скотч, потому что... Снимал клиент, возможно. На всякий случай переклеим. Лишним не будет. Заклеим разъем. Вставляем верхний модуль. Укладываем системную плату с разъемом. Застегиваем шлейф дисплея. Снимаем бумажки. Ставим заглушку. На зарядку. Выкручиваем винтами. Ну, а винтика на камеру. Это у нас камера основная. И это у нас камера передняя. Четыре винта на системную плату. Кстати, дисплейный модуль я не проверял. Только сегодня его привезли. Сейчас проверим. Просто достаточно простая замена, поэтому я не стал заморачиваться с подключением дисплейного модуля. Прошу проверить. Все равно пришлось бы разбирать. Поэтому... В принципе... Так, устанавливаем... Устанавливаем... Модуль с кнопками регулировки громкости. Виброзвонком. Разъемами. Карта памяти. Здесь же у нас... Такие вот широкие винтики на нем. Горно. Попробуй. Тяжелемigi. Тут мы используем дешево. Здесь же дана ВПС. Совсем забыл подключить коаксиальный кабель. Подключили кабель. Еще раз собираю системную плату. Подключаем тач. Далее вставляем батарею. Разъемы вперед. Другой конец батареи. Вставляем механизм. Не знаю, как он называется. Вставляем. Вставляем. Разъем наушников с левым динамиком. Застегиваем. Ставим заглушку. Все готово. Подключаем батарею. Сейчас я проверю. На всякий случай. Сколько она у нас? Судя по всему на нуле. 2,99. Да. Батарея на нуле. Застегиваем батарею к системной плате. Включаем. 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 Включаем зарядку. Пока ничего не вижу. Планшет не заряжался, потому что каратит у нас плюс-минусом. Вот такие запчасти можно получить с Алиэкспресс. Пซачổ двусственно aspects. Уп kommён в чётку. Уживая пыджа драйоса. Ставим stuck. Субтитры instead. При new Lifeсвельсис. Покальный ресуршер есть. use align гостinos. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь дисплей у нас будет нормальный Потому что неисправный дисплей на месте устранить Мы не сможем Придется возвращать Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я быстро припаяю под микроскопом... Итак, друзья, зарядка пошла 15 минут полежал на зарядке, 3% Пока все работает... Это еще в норме... Все, закрываем крышку... Вставляем верхнюю часть сначала... Такие проблемы бывают с запчастями... Поэтому... Внимательнее... Хорошо, конечно, что есть интернет-магазин, в котором все можно найти... Тут уже Алиэкспресс... Но, тем не менее, с ними тоже бывают проблемы... Всем спасибо за внимание... Всем мир... Подписывайтесь... Оставляйте комментарии... До новых встреч... Всем удачи... Субтитры сделал DimaTorzok